Также на сегодняшний день актуален вопрос с поиском жениха или с поиском невесты. Например, многие братья ищут себе жен, добавляются в какие-то группы по знакомству, регистрируются в какие-то сайты. Все равно поиск для них становится почему-то очень сложным. Это также относится и к сестрам. Вроде ищут женихов, вроде их много и тяжело найти. Почему не находят? Во-первых, из-за того, что очень много запросов. Например, если мужчина ищет себе жену, то возможно у него такие запросы, чтобы она была и молодая, и без детей, как обычно. И к нам тоже, и мамы обращаются с этими вопросами. Хазарат, нету там сестер. Говоришь, есть сестра хорошая, благобоязненная. Ну с детьми. Ой, нет, 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 мне вот без детей. Ну, говоришь, ну без детей пока нет. Ну ты ищи. Ну так ты не найдешь. Точно так же и сестры. Некоторые сестры, говоришь, вот есть брат, например, хороший, благобоязненный. Уже у него и ребенок есть, или двое, или трое детей. Говоришь, есть брат хороший. Ой, а он ранее был женат или нет? Говоришь, да, был женат, разведен. Нет, нет, нет. Мне этот, такие не пойдут. Мне вот такого, чтобы ни разу не был женат, чтобы отдельно там жил. Мы говорим, подожди, ты же сама уже была замужем, у тебя уже есть дети. И ты ищешь супруга, который ни разу не был женат. Да может быть, ты еще хочешь, чтобы моложе тебя. Так не пойдет. Поэтому мы говорим, немножко планку нужно опустить. Все, если ты ищешь сестру, да, у нее есть дети. А почему ты боишься брать с детьми? Есть в этом греховного? Нет. Есть в этом позор? Нет. Боишься, что не сможешь накормить их? Тоже неправильно. Вот у любого мусульмана на спросе, он обязательно скажет, Аллах же дарующий пропитание. И у каждого ребенка есть свое пропитание. У каждого человека свое пропитание. Берешь жену, у жены свое пропитание. У тебя свое. Берешь женщину с детьми, у детей свое пропитание. Аллах каждому дарует удел. Ты в это тоже веришь. Так что же тебя брат-мам удерживает, брат-сестер с детьми? Так же говорим и с сестрам. Почему вы слишком требовательны выбираете супруга? Хотя сами уже замуж, может быть, уже раз, два, три, четыре раза некоторые были замужем. Имеют уже несколько детей, все равно ищут настоятельно, чтобы такой был, молодой был, ни разу не был женат. Или некоторые братья хотят вторыми его брать. Нет, 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 я второй точно не выйду. Но первых найти очень тяжело. Чтобы ты была одной, единственной, это очень тяжело. Поэтому иди, брат мой, на уступки. Иди, моя сестра, на уступки. Что тут такого? Ты же хочешь создать семью? Да, то тогда, если видишь, что брат более-менее такой богобоязненный, соблюдающий, выйди замуж. Или, о, брат, если видишь, что сестра соблюдающая, богобоязненная, возьми ее, даже если пусть с детьми. Что тут такого? Второе иногда, вот, братья ищут и не находят, из-за того, что этим кто-то должен заниматься. Вот просто человек вступил в какую-то группу или зарегистрировался в каком-то сайте и переписывается, и потом не получается. Возможно, они переходят также границу. Что переписываются только один на один. О чем там они переписываются? Какой диалог там ведут? Не переходят ли они границы? Вот такие вопросы можно задавать или нет. Конечно, мой совет такой, что если ты нашел какую-то сестру или сестра нашла какого-то брата, пусть между ними будет какой-то свидетель. То есть, создается, например, группа в чате из трех человек, например, вот этот жених, невеста и еще кто-нибудь, чтобы он мог контролировать, смотреть, почему они там переписываются. Тогда и барракат будет. Вот, барракат будет. А если вот только наедине, вдвоем только встречаются, переписываются, потом вроде, о, мы еще-то не подходим. Конечно, потому что Аллах уже здесь вначале, если человек начал с харама, барракат не дает. В дальнейшем точно барраката не будет. Поэтому мы настоятельно просим от братьев и сестер, если они знакомятся, общаются, пусть не общаются просто наедине. Пусть между ними будет, как бы, хотя бы уали у этой сестры. Тогда Аллах действительно будет даровать благословение барракат.